Марафон исторических видео — лучшая серия морских легенд для тех, кто не видел и тех, кто не прочь посмотреть ещё раз. В конце марафона вас ждёт совершенно новый эпизод про броненосный крейсер Георгиус Аверов. Ищите бонус-коды в каждом эпизоде исторического марафона. Как и во внутриигровом снабжении, все подарки известны заранее. Но подарки можно удвоить. Если мы наберём заданное число новых подписчиков за сутки, то подарок в бонус-коде увеличится вдвое. Все подробности в новости на портале. Подписывайтесь на канал. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Пенсакола неразрывно связана с военно-морской авиацией с 1914 года, когда здесь была создана первая военно-морская авиабаза в стране. И в этом эпизоде «Морских легенд» мы проследим за развитием военно-морской авиации США. В 1910 году один из пионеров авиации Глен Кёртис при поддержке ВМС США подготовил амбициозный эксперимент. В нём принял участие крейсер «Бирмингем» и сконструированный Кёртисом самолёт, за штурвалом которого находился лётчик-испытатель Юджин Элли. Пристёгиваясь в сидении своего Кёртис-Хадсон на борту лёгкого крейсера «Бирмингем» 14 ноября 1910 года, Юджин Элли, которому тогда было 24 года, вряд ли мог знать, что он принимает участие в рождении одной из самых мощных систем вооружения 20 века. Всего через несколько минут он войдёт в историю как первый человек, поднявший самолёт в воздух с палубы корабля. Два месяца спустя, в январе 1911 года, Кёртис, Элли и ВМС провели ещё одну демонстрацию в заливе Сан-Франциско, где на якоре стоял крейсер «Пенсильвания» с построенной на нём лётной палубой. Элли вылетел из Президио, это военный форт в Сан-Франциско, примерно в 15 милях от залива, и приземлился на лётной палубе, поперёк которой было натянуто 20 пеньковых канатов с балластными мешками на обоих концах. Самолёт был оборудован тормозным крюком, которым после касания палубы последовательно зацепил пять канатов и остановился примерно через 10 метров. Это была первая посадка самолёта на корабле в море. Лётно-технические характеристики самолёта «Кёртис Пушер» Model D-4. Длина — почти 8 метров. Размах крыла — чуть более 10 метров. Взлётная масса — 590 кг. Двигатель «Кёртис». Мощность — 40 л.с. Максимальная скорость — 80 км в час. Экипаж — один человек. Несмотря на очевидный успех экспериментов «Кёртиса», в Америке мысль о создании специализированных авианесущих кораблей очень долго не находила своей реализации. Высшее военно-морское командование США относилось к аэропланам как к вспомогательному оборудованию корабля. По мнению адмиралов, самолёты не могли стать полноценной ударной силой флота. Им отводилась роль разведчиков и артиллерийских корректировщиков, причём в основном это были гидропланы. Первая мировая война несколько подстегнула прогресс морской авиации США, однако он направился в сторону увеличения количества гидросамолётов. Когда мы вступили в Первую мировую войну в апреле 1917 года, у нас не было авианосцев, но у нас было много летающих лодок. И, наконец, Первой мировой, в ноябре 1918 года, у нас было более 200 двухмоторных гидросамолётов «Кёртис». И первая подводная лодка, потопленная самолётом, была потоплена гидросамолётом «Кёртис» H-16 в 1918 году. По ходу Первой мировой войны менялась конструкция самолётов. На смену хрупким, на вид открытым рамам с паутиной растяжек пришли более современные бипланы со сплошной обшивкой, покрывающей весь фюзеляж более мощными двигателями и более грозным вооружением. Лучший пример — ВИ-7 «Блюбёрд», который стал первым палубным истребителем ВМС США в специальной постройке. Лётно-технические характеристики самолёта ВИ-7 «Блюбёрд». Длина — 7,5 метров. Размах крыла — 10,5 метров. Взлётная масса — 879 килограмм. Двигатель «Райт Хиспана» И-3. Мощность — 180 л.с. Максимальная скорость — 171 км в час. Практический потолок — 4500 метров. Вооружение — один или два пулемёта калибра 7,62 мм. Экипаж — один человек. В конце Первой мировой войны, когда британцы построили свой первый настоящий авианосец с лётной палубой на всю длину корабля, все поняли, что самолёты будут неотъемлемой частью военно-морского флота будущего. Поэтому в 1920 году ВМС США выкупили старый угольщик «Юпитер», сняли часть надстроек и уложили 160-метровую деревянную лётную палубу. Судно переименовали в «Лэнгли», и оно было принято на вооружение в 1922 году, став первым авианосцем флота США. Поначалу «Лэнгли» служил экспериментальной площадкой, где закладывались основы боевого применения палубной авиации и формировалась конструкторская школа нового направления в судостроении. Взлететь проблемы не было. Мы тогда не использовали катапульты. Длины палубы хватало самолётам того времени для разбега. Но посадка была проблемой. Поэтому изначально использовались не только тормозные тросы поперёк лётной палубы, как на современных авианосцах. Тогда были ещё тросы, которые шли вдоль палубы во всю длину корабля. У самолётов был тормозной крюк, а также приспособление, похожее на несколько маленьких якорей на стержне между основными шасси, и они цеплялись за продольные тросы. Получалась жуткая паутина. Примерно через год мы поняли, что продольные тросы не нужны, поэтому остались просто тормозные тросы поперёк палубы. И всё работало. Ещё осенью 1920 года заместитель командующего ВВС США бригадный генерал Митчелл заявил, что авиация сможет разрушить, вывести из строя и потопить любой существующий военный корабль и любой, который будет построен. Летом следующего года были проведены испытания, в ходе которых выяснилось, что авиация вполне способна потопить даже линкор, сбросив на него достаточное количество мощных бомб. По результатам этого эксперимента был сделан вывод о необходимости усиления ПВО и увеличения толщины горизонтальной брони кораблей. А апологеты морской авиации уже представляли, как эскадрильи палубного базирования отправляют на дно неприятельские корабли. Надо лишь усовершенствовать самолёты и технику бомбометания. В середине 1920-х годов Кёртис предложили ВМС свой проект истребителя наземного базирования — F-6C. Он имел мощный двигатель, высокую манёвренность и скорость, как и подобало творению Кёртис, которые были известны как создатели манёвренных спортивных самолётов, устанавливавших новые рекорды скорости. Этот самолёт вошёл в историю как один из первых, применивших метод бомбометания с пикирования. Он был принят на вооружение и, в частности, входил в состав авиагруппы авианосца «Лексингтон» при его вступлении в строй. Лётно-технические характеристики самолёта F-6C «Хок». Длина почти 7 метров. Размах крыла — 11,5 метров. Взлётная масса — 1238 килограмм. Двигатель «Предд Энд Витни» R-1343 «Восп». Мощность — 410 л.с. Максимальная скорость — 255 километров в час. Практический потолок — 7000 метров. Вооружение — два пулемёта «Браунинг» калибра 7,62 миллиметра. Две бомбы весом 52,6 килограмма. Экипаж — один человек. Ф-6C «Ф-6C». Его самая большая проблема заключалась в водяном охлаждении, как в автомобилях. У него был двигатель рядной конфигурации. Он, конечно, красиво выглядит, но это боевой самолёт. И если в эту систему охлаждения попадёт одна пуля, то вся охлаждающая жидкость вытечет, и полёт на этом закончится. Так что это была не самая удачная модель. А вот F-7C, который последовал за ним, имел двигатель звездообразной конфигурации с отдельными цилиндрами, которые ещё называют «горшками». Важным преимуществом для ВМС было то, что здесь не было всей присущей двигателю с жидкостным охлаждением системы, водяного радиатора, трубок, приспособления забора воздуха для радиатора, а также необходимости всё это обслуживать. Поэтому после F-7C с конца 20-х годов все палубные истребители были со звездообразными двигателями. Все знают, что «Боинг» строит авиалайнеры. Но «Боинг» в 20-х годах был очень большим поставщиком истребителей для военно-морского флота. В особенности у них был один тип истребителя — F-4B, последняя модификация которого, F-4B-4, вышла в 1932 году. Лётно-технические характеристики самолёта F-4B. Длина — 6,2 метра. Размах крыла чуть более 9 метров. Взлётная масса — 1323 килограмма. Двигатель — Прэд-энд-Уитни R-1340 и «Восп». Мощность — 550 л.с. Максимальная скорость — 301 километр в час. Практический потолок — 8400 метров. Вооружение — два пулемёта «Браунинг» калибра 7,62 мм. В варианте бомбардировщика самолёт мог нести до 227 килограмм бомб. Экипаж — один человек. В 20-е годы, в годы постоянного совершенствования в авиации, аэродинамика, двигатели, корпуса, конкуренция между производителями была особенно острой, потому что каждый год самолёты становились всё лучше и лучше. Так что если у кого-то получился очень хороший истребитель, через год кто-то строил истребитель ещё лучше. В начале 1930-х годов Управление аэронавтики, организация, ответственная за разработку и закупку самолётов и вооружения для морской авиации, обратилась к Грумман за разработкой убирающегося шасси для «Боинг» F4B-4. Правда, разработки инженеров Грумман были запатентованы, и они, судя по всему, не особо хотели делиться своими технологиями. Кроме того, по их словам, оборудовать F4B-4 системой убирающегося шасси всё равно не получилось бы. А уже через месяц они разработали и представили ВМС США новый двухместный истребитель. Так уж совпало, что незадолго до этого ВМС опубликовали технические требования для заказа новой серии истребителей, и Грумман FF-1, также известный как «Гоблин», соответствовал всем этим требованиям. FF-1 был довольно революционным — дюралевая обшивка, закрытая кабинопилота и, конечно, убирающиеся шасси. В 1933 году 25 таких самолётов были включены в авиагруппу авианосца «Лексингтон». Лётно-технические характеристики самолёта FF-1 «Гоблин». Длина — 7,5 метров. Размах крыла — 10,5 метров. Взлётная масса — 2111 килограмм. Двигатель «Райт-Ар-1820-78». 700 л.с. Максимальная скорость — 323 км в час. Практический потолок — 6700 метров. Вооружение — 3 пулемёта «Браунинг» калибра 7,62 мм. Две бомбы весом 52,6 килограмма. Экипаж — 2 человека. Наш самолёт — единственный сохранившийся. На самом деле мы нашли его на свалке в Никарагуа. Один из пилотов ВМС его там обнаружил. Несколько десятилетий назад его использовали для опыления. Он сообщил об этом во флот, сообщил в Груман, они сказали, сейчас приедем. Восемь лет спустя он попал сюда, в музей. Прилетел своим ходом. Один из немногих, кто самостоятельно добрался до музея. Большинство этих самолётов приходят по частям, и мы их здесь собираем. Великая депрессия 1929 года погубила большое количество компаний и чуть было не сокрушила фирму «Кёртис», которая обеспечивала армию и флот самыми современными самолётами на протяжении всех 20-х годов. Однако «Кёртис» выстояла, и в 1933 году вслед за Груманом выпустила самолёт с убирающимся шасси и дюралевой обшивкой. Флот планировал поставить самолёт «Кёртиса» на вооружение нового авианосца, который в этом же году был спущен на воду. Однако так как его истребительное звено уже было укомплектовано, новые машины «Кёртиса» решили перепрофилировать в бомбардировщике, присвоив им наименование «БФ-2С-1». Конструкторы «Кёртиса» доработали самолёт в соответствии с новой специализацией. Установили дополнительные узлы подвески бомб. Это один из первых пикирующих бомбардировщиков. Сначала они пробовали просто прикреплять бомбу к фюзеляжу, но у бомбы аэродинамика лучше, чем у самолёта. Поэтому она летит быстрее, и когда её сбрасываешь в 60-70-80-градусном пике, то она наверняка зацепит пропеллер. И они сделали специальный трапециевидный подвес, который позволял выпустить бомбу так, чтобы она не задела пропеллер. В 1930-х годах бипланы стали уступать место монопланам, и ВМС США не собиралась отставать от этой тенденции. В это время Грумман представила F-4F-3 — новый проект истребителя моноплана. У ВМС уже был Баффало, но разработка Грумман имела ряд характеристик, которые привлекли внимание флотского командования. Во-первых, большая скорость. Во время испытаний прототип развил 287 узлов. Новый самолёт отличался манёвренностью и был хорошо вооружён, имея четыре пулемёта калибром 12,7 мм. Кроме того, пилот сидел высоко, а носовая часть фюзеляжа была скошена на 8 градусов, что помогало пилоту сохранять визуальный контакт с целью даже при большом угле упреждения. После внедрения ряда изменений в конструкцию прототипа командования ВМС выдало заказ на серийное производство истребителя. Лётно-технические характеристики самолёта F-4 F-3 «Уайлдкэрт». Длина — почти 9 метров, размах крыла — 11,5 метров. Взлётная масса — 3367 килограмм. Двигатель «Прэд-эн-Витни Арт-1830-76». Мощность — 1200 л.с. Максимальная скорость — 533 км в час. Практический потолок — 9950 метров. Вооружение. Четыре пулемёта «Браунинг» калибра 12,7 мм. Самолёт мог нести две бомбы калибра 50 кг. Экипаж — один человек. Самолёт был так хорошо спроектирован, что им заинтересовались англичане и французы. В итоге «Уайлдкэрт» поступил на вооружение королевских ВМС раньше, чем ВМС США. Одна из особенностей «Уайлдкэрт» заключалась в том, что у него было убирающееся шасси. Это была хорошая новость. Но плохая новость заключалась в том, что пилоту приходилось вручную проворачивать механизм. Поэтому после взлёта с авианосца первую минуту в воздухе вы занимались тем, что просто убирали шасси. Вы не могли занять место в построении или сделать что-то ещё, кроме как убрать шасси. Так что в этом было определённое неудобство. Но с другой стороны, в отсутствии уязвимой гидравлической системы было и преимущество. Только ручной механизм и всё. К концу 30-х годов палубная авиация США нарастила довольно приличные мускулы. В составе ВМС уже несли службу 7 авианосцев и несколько находились в постройке. Авиастроители чуть ли не каждый год снабжали флот самыми передовыми самолётами. В 20-е и 30-е годы американский флот провёл ряд учений, в ходе которых выявился громадный потенциал авианосных ударных групп. В 1938 году самолёты авианосца Саратога провели успешную учебную атаку военно-морской базы в Перл-Харборе. Но ввиду того, что американский флот в то время находился у побережья Калифорнии, результатам этой операции не придали большого значения. Ничего интересного. Просто очередные манёвры. Аверов был самым современным кораблём греческого флота и вообще флотов всех воюющих держав. Поэтому понятно, что он стал греческим флагманом. Как было заведено на многих флотах того времени, отношения между офицерами и нижними чинами не всегда представляли собой идиллию. Чаша терпения переполнилась в один день, когда экипажу на завтрак подали вот это. Штаб ВМФ приказал затопить Аверов, основываясь на том решении, что крейсер уже давно устарел. Но экипаж корабля проигнорировал приказ и решил поступить по-своему. Аверов пережил пять войн, его постройка была профинансирована с помощью частных пожертвований граждан Греции, а спустя 70 лет корабль был вновь отреставрирован на деньги из частных фондов. Добро пожаловать в Афины! 7 декабря 1941 года Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну. В этот день критики авианосной тактики, коих в руководстве флота США еще было немало, осознали, насколько чудовищно они заблуждались. Вместе с линейными силами американского Тихоокеанского флота огонь Пёрл-Харбора сжег саму доктрину абсолютного доминирования тяжелых артиллерийских кораблей в морской войне. В один час все учебники военно-морского искусства устарели, а для создания новых уже не было времени. Врагу надо было дать отпор, и ударить следовало его же оружие. Тихоокеанского флота США Итак, на 7 декабря у ВМС было три авианосца в Тихом океане, а всего у нас их было семь. У Японии было 14 авианосцев, вдвое больше, чем у нас. Итак, первое, что нам было нужно, — это больше авианосцев. Но проблема в том, что для постройки авианосца требуется два года. Вторая проблема заключалась в том, что основной истребитель ВМС США, F-4F Wildcat, уступал японскому Zero по всем характеристикам. Mitsubishi A6M ZIG, также известный как Zero. Он был, возможно, главным истребителем на Тихоокеанском театре военных действий до 1943 года. У него было несколько преимуществ. Во-первых, малый вес. Каркас из алюминий магниевого сплава, это означало высокую манёвренность. Также высокая огневая мощь, и пушка, и пулемёт. Отличный обзор благодаря высокому фонарю. Его единственным недостатком было отсутствие бронезащиты. Но это в него ещё надо было попасть. Zero был намного быстрее. Он быстрее набирал высоту, пикировал и маневрировал, чем Wildcat. Итак, как же нам использовать этот старый самолёт и сделать так, чтобы он совсем справился? Первое, как я уже говорил, он был очень-очень прочным. Его было сложно сбить. Его топливные баки были протектированными, то есть снаружи их стенки были обтянуты сырой резиной. Поэтому в случае попадания в бак пули отверстие самозатягивалось, и вы не теряли топливо, что было важно, когда вы в 150 километрах от вашего авианосца. Пилот был прикрыт со всех сторон бронёй. Он словно сидел в бронированной ванне. Поэтому самолёт был очень живучим. Ещё один момент. Если вы пилот Wildcat, то вы должны летать в паре с другим истребителем, чтобы защищать друг друга. Поэтому если на одного нападают, то он мог попытаться маневрировать и вывести «Зеро» на линию огня второго Wildcat. Через три дня после атаки на Пёрл-Харбор американская палубная авиация добилась первого успеха. Счёт открыл SBD «Донтлес». На счету «Донтлеса» первый уничтоженный военно-морской авиацией США боевой корабль противника. На этом самолёте, который был приписан к авиагруппе «Энтерпрайз», залетал лейтенант Диккенсон. Он уцелел после нападения на Пёрл-Харбор, потеряв своего бортового стрелка. 10 декабря он заметил японскую подводную лодку I-70, атаковал её и потопил. Отличительными особенностями «Донтлеса» являются его крылья. Во-первых, конечно, здесь большие и заметные пикирующие щитки, необходимые для выполнения его роли. Гораздо менее заметная особенность, что внутри крыла нет лонжеронов. Это делает самолёт чуть легче, но, с другой стороны, это означает, что крыло нельзя сложить. Несмотря на это, самолёт поступил на вооружение ВМС США. Лётно-технические характеристики самолёта SBD «Донтлес». Длина — 10 метров. Размах крыла — 12,6 метра. Максимальная взлётная масса — 4587 килограмм. Двигатель «Райд» — 1820-32. Мощность — 950 л.с. Максимальная скорость — 405 километров в час. Практический потолок — 7680 метров. Вооружение. Два пулемёта «Браунинг-М2» калибра 12,7 мм и два пулемёта калибра 7,62 мм в задней турели. Бомбовая нагрузка — 725 килограмм. Экипаж — два человека. Итак, «Донтлес» был спроектирован чётко для одной единственной цели — топить корабли. И был в этом своём деле очень хорош. Битва при Мидуэ была, вероятно, именно тем решающим сражением, в котором все поняли, что воздушная мощь становится единственным способом выиграть войну на Тихом океане. Итак, в этой битве, о которой вы, вероятно, хорошо знаете, участвовали три авианосца ВМС США — «Энтерпрайз», «Йорктаун» и «Хорнет» — против четырёх японских авианосцев. Вдобавок к ним японцы располагали мощной группировкой, включавшей несколько крупных линкоров и более сотни боевых кораблей, а также десантные силы. У ВМС США было три авианосца и около 20 других кораблей, но ни одного линкора, потому что все они были повреждены или потоплены в Пёрл-Харборе. Рано утром 4 июня порядка 45 «Донтлесов» обрушились на японское соединение. Молниеносная атака американских пикировщиков завершилась убедительной победой. За несколько часов «Донтлесы» уничтожили почти половину авианосцев Императорского флота, изменив ход войны на Тихом океане. В этом сражении также состоялся дебют торпедоносца «Эвенджер». Грумман «Эвенджер» был самым большим американским палубным самолётом во Второй мировой войне. Он пришёл на смену бомбардировщику-торпедоносцу Дуглас Дивастейтон, который устарел к 1941 году. Лётно-технические характеристики самолёта ТБМ «Эвенджер». Длина – 12,5 м, размах крыла – 16,5 м, взлётная масса – 7876 кг. Двигатель «Райд-Ар-2608», мощность – 1700 л.с. Максимальная скорость – 415 км в час, практический потолок – 7193 метра. Вооружение. Три пулемёта калибра 12,7 мм и один калибра 7,62 мм под фюзеляжной позицией. 8 127-мм реактивных снарядов «Эйч-Ви-Эй-Ар». Самолёт мог нести до 907 кг бомб или одну торпеду Марк-13. Экипаж – три человека. Они могли сбрасывать торпеды или выступать в качестве пикирующего бомбардировщика. Поэтому, если вы атакуете аэродром, «Эвенджер» мог быть пикирующим бомбардировщиком. А если по возвращении кто-нибудь заметит японские корабли, то можно вооружить их торпедами и отправить топить суда. К концу 1942 года «Эвенджеры» отличились, потопив японский авианосец «Рюдзё» во время битвы за восточные Соломоновы острова, а также линейный крейсер «Хиэй» в первых сражениях за Гуадалканал. Звёздный час этих торпедоносцев будет ещё впереди, а пока, в 1942 году «Эвенджеры» присоединились к «Донтлесам» и «Уайлдкэтам», которые приняли первый удар воздушной войны с Японией. Тем временем американская промышленность подготовила смену потрёпанному в боях авиапарку. F6F «Хэллкэт», также известный как «Эйсмейкер», был, возможно, самым значимым палубным самолётом Второй мировой. На его счету порядка 75% воздушных побед авиации ВМС США. Всего Грумэн построили 12 274 самолёта по одному в час, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Он был простым, надёжным и прочным. 5 157 сбитых самолётов противника ценой всего 270 потерянных машин. Пилоты даже прозвали его «Алюминиевым танком», а «Грумэн», благодаря ему, стали называть «танкостроительный завод». Пилоты рассказывали про случаи, когда самолёт возвращался с такими повреждениями, что его насквозь продувало. Лётно-технические характеристики самолёта F-6F Hellcat. Длина чуть более 10 метров. Размах крыла 13 метров. Взлётная масса 6754 килограмма. Двигатель Brad & Whitney R-2810 W-WASP. Мощность 2135 л.с. Максимальная скорость — 629 км в час. Практический потолок — 11 278 метров. Вооружение. Шесть пулемётов Colt Browning M2 калибра 12,7 мм. Шесть 127-мм реактивных снарядов HVAR. Бомбовая нагрузка — до 907 кг. Экипаж — один человек. В конце войны Hellcat имел коэффициент эффективности 19 к 1. Это означало, что на каждый сбитый в воздушном бою Hellcat приходилось 19 уничтоженных японских самолётов, многие из которых были истребителями. В 1943 году в состав Тихоокеанского флота США один за другим стали поступать тяжёлые ударные авианосцы класса Essex, которые несли на борту до сотни самолётов. Война вступила в ту стадию, когда успех боевых действий определяется экономической мощью противоборствующих стран. Это было огромным нашим преимуществом, которого у японцев не было. У них не было никакой возможности состязаться с нами в производстве. Таким образом, к середине 1944 года, где бы мы ни нанесли удар, любая операция имела мощную авианосную поддержку. В 1943 году Груманову, основному производителю истребителей для ВМС США, пришлось потесниться. На палубах новых авианосцев появился F-4U Corsair фирмы Voight. Но эта машина не стала конкурентом грумановским Hellcat. Corsair предназначался для других задач. При принятии на вооружение самолётов Corsair неожиданно выяснилось, что он плохо пригоден на роль палубного истребителя. Он имел неприятную склонность к сваливанию на малых скоростях, его шасси было неподходящим, а ещё двигатель у него был настолько мощный, что из-за крутящего момента на взлёте возникал крен и рыскание. Но из-за длинного носа при заходе на посадку пилот не видел свой авианосец. Хотя это можно было решить, заходя по большой дуге. Но в итоге Corsair был принят на службу морскими пехотинцами в качестве самолёта наземного базирования в начале 43-го года. Лётно-технические характеристики самолёта F-4U Corsair. Длина чуть более 10 метров. Размах крыла 12,5 метров. Взлётная масса 6654 килограмма. Двигатель – Pratt & Whitney R-2800-18W. Мощность – 2380 л.с. Максимальная скорость – 718 км в час. Практический потолок – 12802 метра. Вооружение. Шесть пулемётов Кольт Браунинг М2 калибра 12,7 мм. Восемь 127-мм реактивных снарядов HVAR. Бомбовая нагрузка – до 907 кг. Экипаж – один человек. Его преимущественно использовали морские пехотинцы. Это был скорее их самолёт во Второй мировой войне. ВМС в основном летали на Хелкетах. «Корсар» совершил первый полёт в 1940 году. Он был чрезвычайно продвинут до своего времени. Это был первый истребитель ВМС США, который мог развивать скорость до 400 миль в час. У него очень странная конфигурация крыла. Крыло чайки. Но причина этого – диаметр пропеллера. В случае с обычным крылом, стойки шасси были бы такими длинными, что понадобилось бы огромное крыло, чтобы убрать в него шасси. Поэтому инженеры «Воут» предложили такой необычный дизайн. В 1943 году, когда стало понятно, что война затягивается, началась работа по созданию преемника F6F «Хелкет». В результате получился двигатель с седлом F8F «Бэркет». Интересной особенностью была задумка с отстреливающимися законцовками крыла. Идея состояла в том, чтобы во время маневрирования пилот мог сбросить часть крыла при резком превышении допустимой перегрузки, когда создавалась опасность полного разрушения конструкции крыла. Система толком не работала на практике. То одна законцовка отделится, а другая останется, то вторая отделится позже. Стало понятно, что нужны пиропатроны. Но после инцидента, когда в результате взрыва погиб техник ВМС, от этой затеи отказались. Лётно-технические характеристики самолёта F8F «Бэркет». Длина почти 8,5 метров. Размах крыла почти 11 метров. Взлётная масса 6105 килограмм. Двигатель «Бретт-эн-Витни-Ар-2800-30» «Дабл-Ю-Дабл-Восп». Мощность 2250 л.с. Максимальная скорость 737 км в час. Практический потолок 11247 метров. Вооружение. Четыре пушки калибра 20 мм. Четыре 127-мм реактивных снаряда HVAR. Бомбовая нагрузка до 1700 кг. Экипаж 1 человек. К тому времени, когда F8F «Бэркет» пошёл в серийное производство, «Хеллкеты» и «Корсары» уже господствовали в небе Тихого океана, а «Хеллдайверы» и «Эвенджеры» добивали остатки японского флота. В заливе Лейте в октябре 1944-го американцы потопили 27 японских кораблей, среди которых было 4 авианосца и 3 линкора. В апреле следующего года 227 самолётов с 9 американских авианосцев отправили на дно флагман японского императорского флота «Ямато». Когда американские войска начали высаживаться на Окинаве, в США был спущен на воду авианосец «Мидуэй», которому суждено будет стать символом мощи американского флота на долгие годы. В начале 1940-х годов управлению аэронавтики стало известно о развитии технологии реактивного двигателя в Англии и Германии, и оно обратилось в Вестингаус и Элис Чалмерс с запросом на создание американской версии. Первые результаты были не самые положительные. Эти ранние реактивные самолёты имели низкую мощность и низкую скорость, они были ненадёжны и отличались высоким потреблением топлива. Плюс ещё обязательное стреловидное крыло для манёвренности. Всё это сделало этот самолёт непригодным для палубной эксплуатации. Но после войны с нарастанием угрозы со стороны Советского Союза и их программы создания реактивной авиации, стало очевидно, что флот больше не мог игнорировать эту технологию. В 1947 году FH-1 «Фантом» был принят на вооружение ВМС, и с этого началась эпоха реактивной палубной авиации. Субтитры создавал DimaTorzok